И финал! Одна из главных битв вечера. Ильдар Саидов и Кузнецов Юрий. Ильдар Саидов сразу пулит гард, пытается сразу выйти на сабмишн. В недавнем нашем диалоге, который мы записывали в клубе 187 БЖЖ, Ильдар рассказывал про свой геймплан. Всегда искать быстрый сабмишн. Собственно, на это он и рассчитывает. Оба атлета ищут болевые на ногу. Ильдар Саидов тащит ахилл. Мы все прекрасно знаем, что Ильдар Саидов прекрасно выходит на лэглоки и прекрасно их делает. Но, кстати, сегодня я впервые увидел, как Ильдар Саидов закончил схватку не лэглоком, а треугольником. Это не значит, что он никогда этого раньше не делал, просто я не могу сейчас вспомнить. Так твердо закрепилось в памяти, что Ильдар Саидов – это мастер атак на ноги. Окей. Юрий Кузнецов, Ильдар Саидов. Четыре минуты сорок шесть секунд до конца матча. Если я сейчас заговаривался, извините, просто рядышком разговаривали люди, и немножко мне шум смущал. Вытащит ли ахилл из этой позиции Ильдар Саидов? 50-50 у нас. Юра пытается решить эту головоломку. Пытается разобрать, разрушить контроль Ильдара Саидова. И что будет? Нет, встать отсюда Юрий не сможет. И два балла выигрывает Ильдар Саидов. Открывает счет этого матча за четыре минуты до его завершения. Снова ищет ногу. В принципе, он в течение всего времени матча пока не упускал ее из виду, из внимания. И да, будет ли это сабмишн? Друзья, разумеется, ни для кого не секрет, что фаворитом этого матча можно считать Ильдара Саидова. Собственно, так и считают. Но надо отдать должное Юрию Кузнецову, который прошел свою сетку абсолютки, дошел до финала и, надо сказать, в некоторых матчах здорово удивил. Я вообще не исключаю возможности, что и здесь может что-нибудь вылезти. Ну, я так должен говорить, короче. Ильдар Саидов снова накручивается на ахилл, на левую ногу. Нет, нет ахилла. Но, вау, вау, вау. Вот нельзя крутануть пяточку здесь. Но контроль неплох. Юра буквально застрял в некотором капкане. Адвентер получает Ильдар Саидов за попытку. Итого 3-0. И 2 балла Юра Кузнецов получает за свип. Счет 3-2 в пользу Ильдар Саидова. 2 минуты 30 секунд до завершения схватки. Тишина на трибунах. Если вы слышали там аплодисменты, это не касается центрального ковра. Это там ребятки отбираются в... Проходят отборочные круги в абсолютной висовой категории ноуги. Я вижу, что уже Владимир Блюм там выходит на каком-то четвертом, по-моему, ковре. Готов. Вот не устает молодой человек. Юра Кузнецов сверху. Ильдар Саидов снизу. 3-2. Финальный матч категории. Openweight на Евразийный Open. Правда, чумовой турнир получился. Это, кажется, четвертый чемпионат Евразии от РГСА. И, наверное, один из лучших. Вот за всю историю этих турниров. И по качеству схваток, и по объему схваток, и по количеству атлетов, зарегистрированных в дивизионе экспертов. Напомню, что экспертами в промоушене РГСА, в Russian Grappling Port Association, считаются обладатели пурпурных, коричневых и черных поясов. Все они борются в одной категории. То есть, получил пурпур, все, идешь бороться по экспертам. Ты можешь попасться с черным поясом, с коричневым поясом, и, в принципе, можешь и выиграть. Чем черт не шутит. Вот Андрей Самков сейчас подхихикивает над тем, что я говорю. Я бы сам жал, если бы себя слушал. Но я вынужден что-то говорить и нести какую-то чепуху. Я считаю, что хороший пурпурный пояс-компетитер вполне может выдать, удивить, так сказать, какого-нибудь коричневого или черного пояса моего возраста. Поэтому, в принципе, закономерное деление. Да и вообще пояса в джиу-джитсу – это такая вещь, особенно в современном мире. И после пурпурных поясов уже она такая относительная достаточно. Поэтому подхихити вы, собственно. Ну, собственно, да. Так оно и есть. Если вы сейчас задаетесь вопросом, о каком таком своем возрасте говорил Андрей Самков. Да, ему далеко за 40. И он еще в свое время был свидетелем, ну, молодым тогда еще был. Куликовской битвы, считайте сами, это 1380-й. Много воды утекло с тех пор. Закончился матч. Аплодисменты звучат в адрес обоих спортсменов со счетом 4-2. Финал абсолютной весовой категории в разделе «Ги». Выигрывает Эльдар Саидов и зарабатывает 100 тысяч православных рублей. Серега, вызывай на Блюма. Вот, я слышу... Нельзя так говорить. Я слышу за спиной «Вызывайте Блюма». Звучит как угроза. Очевидно, что это сейчас будет. Сейчас вызовут Блюма и все, всем хана. Итак, официально, как говорится, official Эльдар Саидов, the winner of the Absolute Division. Поздравляем Эльдара. Ждем его, очевидно, в финале абсолютной весовой категории «Ноу Ги». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова